Сейчас мы с вами находимся в проекте, где посмотрим на создание набора данных мозаики. Для примера мы будем использовать снимки с Sintenel 2, а у меня их закачано 4 штуки на район моего интереса. Если открыть их как исходные растры, то мы видим, так как они выполнены в разное время, то они отображаются по-разному. И наша задача свести их к единой бесшовной мозаике, то есть сделать линии шивки и цветовое уравнивание. Для этого мы как раз-таки воспользуемся сущностью базы геоданных, набора данных мозаики. Мы создаем новый набор данных мозаики, даем ей описание. Система координат некая общая. Если добавляются растры в разных системах координат, то будет выполняться перепроецирование на лету. И здесь, собственно, больше другие параметры мы не указываем. Как видим, был сразу добавлен в проект пустой слой, единый, в который мы будем добавлять ссылки на наши растры, которые лежат в папке. То есть мы используем кнопку «Добавить растры». Выбираем тип сенсора CTNL2. Ardis уже знает, какие растровые продукты для него есть. Нас интересует 10-метровый. И мы выбираем, что мы хотим прочитать сразу пакетно из папки. Вот у меня 4 растры. Я выбираю чтение этих растров. Дополнительно я указываю обработку, вычислить статистику. Пирамидные свои у меня построены. И запускаю расчет. Здесь хочу заметить, что сами растры не дублируются и не добавляются в набор данных мозаики. Добавляются именно ссылки на эти растры. Но доступ мы к ним получаем как из единого гислоя. Итак, добавление прошло. Отключаем наше исходное изображение. Мы видим наши растры, добавленные в набор данных мозаики. С ним мы уже можем работать как с единым набором. Например, работать с растяжкой, использовать различные комбинации каналов. И это сразу будет применено ко всем снимкам. Вместе с растрами была создана атрибутивная таблица. И в данном случае были добавлены метаданные из снимков. Сюда мы можем добавить в том числе и собственные метаданные. В данном случае здесь добавлены дата съемки, облачность, тип сенсора и так далее. И сходить и можем расширять. На основе этой информации мы сразу можем делать сортировку. Например, сортировать по минимальному облачному покрову. Здесь, видите, у нас присутствует облачность, но в то же время есть перекрытие со снимком с меньшей облачностью. Сдаем сортировку. И в этой части снимка у нас был выведен именно перекрытие с минимальной облачностью. Или, если хотите, можем показать самые новые, самые свежие снимки. Тогда облачность поднялась наверх. Далее, когда мы добавили снимки, мы начинаем создавать из них, работать с ними и создавать на их основе связи, то есть линии шивки, так называемые. Это создается, опять же, в каталоге, построить линии шивки. Существуют разные алгоритмы построения этих линий шивок. Чтобы сейчас ни времени тратить, я покажу сразу готовый пример. Давайте посмотрим. Вот линия шивка по методу радиометрии. Соответственно, мы видим, что бывают построены некоторые линии объединения снимков. Но пока что у нас снимки не выровнены по цветам. Другой вариант, который мне нравится больше, это тип метод Edge. Он ищет линейно протяженные объекты, чтобы строить вдоль них линию шивки. Например, в данном случае он пытается идти вдоль реки. Иногда он затрагивает автомагистрали. Можно здесь заметить дорожную сеть. Вот, соответственно, строим линии шивки. Здесь у меня два примера накладываются друг на друга. И когда выбран оптимальный вариант, мы применяем цветовое уравнивание. Цветовое уравнивание выполняется также здесь же. Улучшить цветовой баланс. Тоже существует несколько методов. Давайте я покажу готовый пример. Как видим, это мозаика, выровненная по цветам и с построенной линией шивки. Здесь уже сложно отличить, что здесь четыре разных снимка. Далее меня интересует вырезание по контуру. И для этого у меня была применена функция растр. Если мы сейчас посмотрим на этот растр, мы увидим, что применена функция растр к мозаике, которая называется вырезание, по геометрии моего лицензионного участка. Сейчас это было сделано на лету. То есть этот растр нигде не сохранен. Он ссылается на исходную мой набор данных мозаики. И, соответственно, он говорит, что есть геометрия. Это именно граница лицензионного участка. Теперь, а если я хочу результат моих вот этих обработок в проекте на лету сохранить, я выбираю данные, экспорт растр и сохраняю его в необходимом формате. В данном случае он у меня сохранен в формате TIFF и содержит четыре канала, с которыми я могу работать, также переключать в инфракрасный диапазон и так далее. Но изначально это было четыре снимка, которые были выровнены по цветам, сделаны линии шивки, выполнено вырезание с помощью функции растр и получен вот такой результат.